Томас Тур объявлен. Олейник об ошибке Порошенко на молебне в ровно 19 часов 12 минут ССИБАЙ 4,0, администрация президента Украины, патриарх Филарет, президент Украины Петр Порошенко и митрополит Епифаний в Свято-Покровском кафедральном соборе ровно. ССИБАЙ 4,0, администрация президента Украины, президент Украины Петр Порошенко во время молебна перепутал место рождения Епифания, избранного главой новой автокефальной церкви. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радиоспутник высказал мнение о том, с чем связана эта ошибка. Вчера, 15 часов 36 минут Религиовед, вокруг Томаса для Украины сложилась полуэнекдотическая ситуация и члены Синода Константинопольского патриархата подписали Томас для новой церкви Украины. В эфире радиоспутник. Религиовед, историк религии Юрий Табак прокомментировал ситуацию, назвав документ ничтожным. Президент Украины Петр Порошенко во время молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе вровно перепутал место рождения митрополита Епифания, избранного главой новой автокефальной церкви. Во время выступления украинский лидер заявил, что особенно приятно быть здесь, потому что это родина предстоятеля украинской поместной автокефальной церкви и его блаженство Епифания. «Я очень благодарен Ровенской земле за то, что она родила предстоятеля украинской православной церкви», — сказал Порошенко. Однако, согласно информации из открытых источников, Епифаний, Сергей Петрович Думенко, родился не вровно, а в селе Волково-Ивановского района Одесской области, детство провел в селе Старое Жадо-Востороженецеково района Черновицкой области. Вровно Епифаний переехал уже взрослым, когда поступил на службу секретарем-референтом митрополита Ровенского и Острожского Даниила, Чакалюка. В этом городе он начал преподавать в духовной семинарии и писать для церковных СМИ, украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио «Спутник». Прокомментировал допущенную президентом Украины ошибку. Когда человек использует святую вещь церковь, веру в своих корыстных интересах, таких как избирательная кампания, то ему одинаково Епифаний это или какой-то другой епископ, я, например, был глубоко удивлен, что он, Петр Порошенко Ред, начал в нарушение Конституции давать государственные награды священникам, они ему тоже отвечают взаимностью. С таким же успехом можно было Филарету вслед за героем Украины вручить именной пистолет Стечкина и так далее, просто удивляюсь, сказал Владимир Олейник. По его мнению, произошедшему есть вполне логичное объяснение. В данном случае Порошенко, конечно, был не готов к такой встрече, но уже объявлен Томас Тур, поэтому он должен в нем участвовать. И когда смотришь, какие от него идут посылы, уже не удивляешься, что он путает и людей, и даты. Для Порошенко самое главное, чтобы люди его видели и максимально эксплуатируя эту тему, предоставление автокефалий украинской церкви Ред. Сказать, что вот этот Томас дал резкий скачок его рейтингу среди населения, потому что протоколы уже есть, ему победа гарантирована, но надо как-то объяснить, почему произошел такой рывок. Вот это по спешности приводит к такой конфузии, заключил политик. 20 декабря 2018 года, 13.41 минута сенатор, Новая Церковь Украины пытается любым способом получить признание, Новая Церковь Украины пыталась заказать в РФ копию посоха святителя Петра. В эфире радио «Спутник сенатор» от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цыков рассказал, чего добиваются представители новой структуры.